События в клубе, активными участниками, которые будут эти КВНщики, я к тому, что помогать вам буду. Я так понимаю, деваться-то куда теперь уже. И вот сейчас мы такой, так сказать, парад поздравлений и выступлений, и поздравлений сегодня проведем на этой сцене. И вот сейчас я с удовольствием хочу предоставить слово первому заместителю, председателю правительства Республики Дагестан, Багаудину Гаджи Ахмедовичу Ахмедову. Дорогие друзья, мы сегодня честуем свою родную команду махачкалинские бродяги, которые прославили Дагестан, показали нашей России, другим республикам бывшего Советского Союза, какие трудолюбивые, какие остроумные и гостеприимные люди живут в нашем Дагестане. Когда этот флаг 35-летие опускали и вручали нашей команде, мы в конце сказали, да, мы берем этот флаг и никому больше не отдадим. И если, как мы тогда сказали, махачкалинские бродяги такие, какие же остальные? АПЛОДИСМЕНТЫ И еще я хочу сказать о том, что наши победы связаны, да и рост уровня нашей команды, замечательным человеком Александром Васильевичем Маслюковым, который выясняет здесь. АПЛОДИСМЕНТЫ Должен сказать, что благодаря его стараниям, благодаря развитию КВНовского движения, не только границы этих республик сегодня по каким-то таможним и другим параметрам разрываются, наоборот, объединяются. АПЛОДИСМЕНТЫ Если бы наши политические, экономические, социальные отношения между республиками СНГ развивались бы как КВНовское движение, то тогда многие проблемы были бы сняты, мы жили бы спаянно и вместе, помогая друг другу, двигались бы вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня, отмечая большую роль, помощь, которую оказывал нашей команде и вообще развитию этого высокого искусства, это режиссер большой буквы, наш уважаемый Александр Васильевич, решение указом Государственного Совета присвоено почетное звание заслуженного деятеля искусств Республики Дагестан. АПЛОДИСМЕНТЫ Сегодня председатель Государственного Совета Республики Дагестан Магомед Магомед Магомедович уже вручил ему значок, который гордо сияет на его груди с тем, чтобы он вышел сюда уже сопричастным к Дагестану, настоящим дагестанцем. АПЛОДИСМЕНТЫ КВН в наше время, это как бы, как бы, это сложная, сложная проблема. Проблема, которая требует замечательных остроумных авторов, требует замечательных талантливых актеров. Все это, кстати, есть вот в этой команде, которая стоит сейчас перед вами на сцену. Но, чего не всегда есть, это, чего не всегда и у нас у всех есть. Сегодня КВН это большие расходы, это большие финансовые, так сказать, неизбежные траты, хотя бы для того, чтобы добраться от места, где ты, так сказать, живешь и играешь, до того места, где что-то такое происходит, общий КВНовское такое. Ну и я, кстати, вот говорю каждую передачу, и сегодня вот я, пользуясь моментом, хочу сказать громадное спасибо тем, тем, кто поддерживал эту команду морально и, так сказать, финансово тоже на протяжении всего творческого их пути. И сейчас я хочу пригласить на сцену одного из таких помощников, горячего поклонника, большого друга команды, также генерального спонсора вот сегодняшнего праздника, сегодняшнего торжества, генеральный директор акционерного общества ДАК «Связь.Информ» Ахмед Курбанович Захаров. Большое спасибо, во-первых, команде, большое спасибо Александру Васильевичу. Вы знаете, если бы не было такого у нас госсовета, правительства, это правда, не было бы КВН. Но мы связисты рядом с ними решили и сегодня помочь женщинам на 8 марта сделать праздник вместе с госсоветом правительства. Желаю успехов, чтобы мы знамя этот никогда не потеряли. Будем стараться. Спасибо вам. Я хочу сейчас, чтобы, слово сказал представитель вуза, чьи печати стояли на командировочных удостоверениях ребят, когда они приезжали на то или иное КВНовское событие, вуза, где, собственно, родилась эта команда, вуза, чье имя оно, так сказать, гордо, я уверен в этом, гордо носит. Слово проректору по науке Дагестанского государственного университета Гаджимету Керимовичу Сафаралиеву. Я сегодня здесь как представитель крыши. Вот сейчас говорят под крышей. Вот под крышей нашей как раз-таки приютились вот эти махачкалинские бродяги. Здесь вот стоят несколько докторов, кандидатов и уже даже профессоров Дагестанского университета. Такое решение Совет принял. Вообще хотел бы сказать большое спасибо этим ребятам, потому что они внесли колоссальный вклад в дело улучшения лиц кавказской национальности. Теперь в России знают, что лица кавказской национальности это вот такие симпатичные дагестанцы с юмором, добрые, веселые, которые поют и прекрасно могут шутить и делать все, что угодно. Поэтому ученый Совет Дагестанского университета принял решение представить ведущую группу этой команды к званию заслуженный деятель культуры Дагестана. Мы будем просить наш Государственный Совет утвердить это решение. Это первое. Второе. По решению нашего ученого Совета министр общего и профессионального образования Российской Федерации Кенелев Владимир Георгиевич подписал приказ о награждении нашей команды, ну такой небольшой суммой 100 миллионов рублей. И теперь о главном. За ассистентом. Можно? Ассистентом. Это Еврохурджин. Значит, по решению ученого Совета Дагестанского университета за создание нового научного направления КВН-оведения и колоссальный вклад в дело развития Дагестанского университета, Мастерков Александр Васильевич избран почетным профессором Дагестанского государственного университета. АПЛОДИСМЕНТИЕ Волучается диплом. АПЛОДИСМЕНТИЕ И поскольку это профессор Дагестанского университета, то вместо шапочки попах. АПЛОДИСМЕНТИЕ И еще одно предложение. Одно предложение Александру Васильевичу. Если вдруг на ОРТ или где-то там около Кремля опять не понравится КВН, как это было 20 лет назад, я вам дарю еще буклет о Дагестанском университете. У нас для вас место профессора всегда есть. АПЛОДИСМЕНТИЕ Последнее, самое ценное. Спасибо вам. АПЛОДИСМЕНТИЕ У каждой команды, играющей в клубе, рано или поздно появляются, так сказать, друзья и товарищи. АПЛОДИСМЕНТИЕ АПЛОДИСМЕНТИЕ Субтитры делал DimaTorzok Друзья и этой команды, и любимые КВНщики многих телезрителей, многих поклонников нашей передачи, нашей игры. Это команда, которая является... АПЛОДИСМЕНТИЕ Слушай, эти летчики совсем географию не знают. В восьмой раз летим в Москву, а попадаем во Внуково. Да вот она, Москва. Город, где даже самое захудалое здание. Это московская недвижимость. Помню, еще Наполеон говорил, если я захвачу Петербург, то схвачу Россию за голову. А если я схвачу Москву, то схвачу Россию за сердце. А если бы он схватил Кавказ? Думай, потом говорим. А помни февральность, а? АПЛОДИСМЕНТИЕ Москва! Как много в этом звуке букв! А помните вы, Евтушенко? Да, хорошо посидели, настоящий мужик. Сколько мы можем стоять в этом аэропорту? Никто не встречает, не хлопает. Небось, когда Черномырдин в Махачкалу приезжал, все в аэропорту хлопали. Да, ведь у нас его любят. Да нет, у нас просто комаров много. Лучше бы мы поехали на поезде. Слушай, а почему это место аэродром называют? В честь кепки. А почему тогда аэродром Кеннеди, аэродром Шарль Дегон? Ну, каждому приятно, когда в честь его кепки аэродром называют. Девушка, 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 а можно я твой мороженый укушу? Зачем? Как зачем? Познакомиться хочу. Уважаемые девушки, если вы оказались наедине с кавказцем, не стоит сразу брызгать в него из газового баллончика. Вполне вероятно, что перед вами добрый и порядочный человек. Хотя лучше все-таки брызнете из баллончика. Через и жить сейчас должен я в первый раз. Но, к сожалению, маг, это лишь имидж мой. Сделать хотел утюг, слом получился вдруг. Сделать себе жену вряд ли теперь искнул. День чудес! Сегодня один чудес! День чудес! Сделать вошедло, хоть одно сего. Сверху дам приказ! Все, начнем сейчас! Утреннюю гимнастику для проклятием заклеменных. Дорогие господа! Сегодня в этом зале дагестанская команда КВН наконец-то столкнулась с дагестанским зрителем буквально нос к носу. Так сказать, вечер черного юмора. И сегодня махачкалинские волшебники попробуют показать вам настоящее чудо. Начнем с информационных сообщений. Вчера на улице Батырая состоялось торжественное открытие канализационного люка. Открытие посетили два Мерседеса правым передним, три БМВ левым задним и один Запорожец полностью. Установлена причина высыхания Аральского моря. Оказывается, там затонул сухогруз с памперсами. А, нет. Это что, чудо? А я вот совершил настоящее чудо. И на телевидении больше нет эротических программ. Да? Ну почему? А вот это вот что? Я сама с утра пораньше, раз в неделю, один на один. Теннис в полночь вот. И вот это еще вот, новогоднее обращение президента к народу. Я понял. Чудеса происходят ночью. Я чувствую приближение луны. Сейчас я превращусь в волгооборотня. Я злой и страшный серый волк. Я пока себя так знаю, Том. Что, опять КВН? А вы говорили, конкурс красоты. А хочешь, я из тебя волшебника сделаю? Нет, я буду пацифистом. А это кто? Не знаю, папа сказал, их в армию не берут. А это наша горячая десятка. На четвертом месте Жан-Клод Ван Дамм с песней «Я тучи разведу ногами». О, Макарена! На третьем месте песня официантов. Что такое мухи? Это птицы, птицы с волосатыми ногами. О, Макарена! И на первом месте, несомненно, Всех задолбавшая песня Макарена. Даже сегодня споем и непременно. О, Макарена! Это все? Нет, не все. Вот возмущенное письмо. Ну сколько можно шутить про Бориса Моисеева? В конце концов, лежи и другие люди. С уважением, Махмуд СМБ. Это что? Чудо? Свободно. Представляем чудеса долголетия. Вот мой дед, долгожитель, бывало пойдет в лес, встретит кукушку и спрашивает, кукушка, кукушка, сколько мне осталось? А она ему, много, много, только на горло не дави. Это что? Вот, пакетики Юпи. Всего одним пакетиком можно испортить до двух литров чистой родниковой воды. Это что? Вот, двойник Мартины Навратиловой. Ну я же мужик. Не женское это дело, быть двойником Мартины Навратиловой. Вы прослушали радиорепортаж с теннисного матча Моника Селиш, Штефи Граф. Чудеса спиритизма. Ну что, ты можешь вызвать кого угодно? Легко. А этого Чубайса? Мальчишка. Ты кто, Чубайс? Нет, человек-невидимка. Так тебя же видно! Болею. Извините, ребята, задумался. И, наконец, настоящее чудо Все знают, что КВН существует давно Но каким он был? Мы представляем КВН юрского периода Не бойтесь, дорогие зрители Это ведущий Чудо свершить легко Если в него поверил ты Хочешь сильнее стать Чувствуй себя сильней Хочешь везду достать Чай, чай, звони и полночь Лучше, пока не скажет Как ты меня достал В жизни, как ты скажешь Чай, создай свое чудо Но его бывает Трудно распознать Если тут, к примеру, Поза строит эта песня Значит, маленькое чудо Мы смогли создать О, чудо Чудо Пришло В ночь Век Да Чудо Чудо Пришло Навсегда Ай 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 А Дорогие друзья Ну я просто не могу Не могу, сказать Чтобы не проделать следующее Во сколько Вот еще одно приветствие Были приветствия Запорожья, Кривой, Рог, Транзит Харьков и вот сейчас приветствуем Ахачкалинских бродяг А после приветствия обычно У нас в игре следует разминка Я не знаю как команды К этому отнесутся Но я не вижу причины по которой мы Должны избежать вот этого традиционного Сложного правда для них КВНовского конкурса Тем более такая замечательная публика в зрительном зале Итак сейчас команды пожалуйста Все три на сцену выходите Так Уважаемые зрители Сейчас вы можете выиграть У трех Замечательных КВНовских команд Любой вопрос На любую тему По любому поводу через 30 секунд КВНчики должны на него Остроумно ответить Должны но Как бы и не обязаны но Желательно все Итак разминка Поехали Прошу вопрос Говорят Харьков не хотел приезжать Че ты кричишь Че смотри Значит говорят Харьков не хотел приезжать Вы неправильно поняли Харьков не хочет уезжать Почему символом КВНа стала эта некрасивая ворона Так секундочку Они сейчас будут шутить по этому поводу Но я должен заметить что это просто вот Дагестанская копия с натурального Кивина На самом деле птичка очень красивая Просто болеет Не переживай это самец Так прошу Еще пожалуйста В общем я то че мучаюсь Отвечать им все равно Если вы поняли отвечайте Не знаю это к девушке Девушка А по вашему Херсон Отчего произошел Так прошу Давайте еще попробуем Желательно конечно в микрофон Чтобы и те кто будет смотреть потом по телевизору Это услышали Но если громко То я повторю без микрофона тоже Прошу Александр Масляков стал почетным гражданином Махачкалы А что дальше? Извините Когда у вас в республике выборы? Значит почетным Махачкалы А по нечетным Запорожье и Кривого Руба Так ну давайте еще пару вам А прости пожалуйста Извините мы спрашивали На обрезание он не согласен А по нечетным Как вы можете сказать вам Как вы говорите Махачкалы А вот Как вы хотите сказать вам А что вы хотите А вот А вот Кривый А вот Кривый 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 могу скромно надеяться на одно что халил ничего плохого не сказал спасибо командам спасибо зрителям но разминка закончена и вновь на сцене команда крым махачкалинские бродяги с номером за которую эту команду любили не только полюбили не только дома но и во многих уголках уголках в которых смотрят и грековый номер который называется гаи что я стажер да стажер у меня учиться пришел учиться молодец чем раньше научишься тем раньше начнешь пожинать плоды моего тебя просвещения как сказал да лекция не будет сразу пазе ну практически занятие он уже клиенты едут ну ладно тут разбирайся я пойду покурю ассалам алейкум лейтла кахарману документы прошу фамилия иванов иван пирмагомедович похож похож техпаспорт прошу оформлен на иванов это кто я доверенность есть зачем доверенность на меня же оформлено а может и себе не доверяешь доверяем доверяешь да действительно иванов доверяю ивану нотариус иванов ну зачем нарушал я не нарушал вот вы не нарушал а я что здесь по твоему просто так стоял полкой махал свисток дудел сейчас докажу ты грубейший нарушитель чтобы не проверять т.т.х чего так тебе технические характеристики а давай мототранспорт хорошо протектор 17 а чё 17 а а чё протектора умный да умный а почему три колеса это же мотоцикл ремни безопасности на мотоцикле на мотоцикле но мужик говорит это эхо а это транспорт прошу детства хорошо а психомоторику то в порядке порядке товарищ лейтенант а чё такое психомоторика ну это такая штука она все время в порядке должна быть хорошо аптечки конечно и лекарства все сейчас проверим бинт это нужно бата это хорошо йо а где йо не вижу йода я я нет йода нет отсутствие йода грубейшие нарушения все там оттранспортно ставим составляем протокол из-за йода а из-за йода вы понимаете товарищ водитель какое огромнейшее значение йод имеет на дороге особенно когда происходит это дтп это дорожно-транспортные приключения происшествия тем более про и 6 это истекающийся крови потерпевший жить на асфальте ему надо оказать первую медицинскую помощь надо 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 а как окажешь у тебя йода нет ты что это несчастный будешь глаза капать мототранспорт на стоянку составляем протокол ну товарищ там ходите вас пою станцию а тут тебе не филармония здесь федеральная какая разница дорога кавказ а здесь главный виде стажер как какая разница а нет вот здесь большая разница есть федеральная федеральный госавтоинспектор лейтенант ахриманов мототранспорт на стоянку составляем протокол стажер слушай нас там девочки ждут времени нету что делать чё делать чё делать не видишь документы не дает не пускает хотя ты же у нас гипнотизер слушай помоги на самом деле товарищ лейтенант так вы говорите у нас документы не в порядке да так вы говорите мототранспорт на стоянку да спать а ты ему спеть и станцевать хотел а сейчас нам сам споет и станцует давай заказывай пускай споет нашу лирическую во на зло пожалуйста вы исполнитель русских народных песен исполняйте миллион а вот я вчера тебе принес а а а а чего у меня красивый но а просто мама вышла замуж за армян Спать? Да не ты! О, ты смотри, как поет, может, еще что-нибудь споет? Пускай споет цыганскую, во, назло Нет проблем, вы исполнитель цыганского романца, исполняйте Пускай споет цыганскую, во, назло Да не ты! Он, слушай, у нас времени нет, надо документы забирать Сейчас, вы, автоинспектор ГАИ, возвращайте нам документы и отпускаете нас домой, давайте Так, в чем дело, почему этот транспорт не нас... Спать! Ты на него посмотри Как я отвечаю, да? Вы, добрый и отзывчивый автоинспектор, возвращайте нам документы и отпускаете нас домой С миром, давайте Ребята, давайте жить дружно Давайте мототранспорт поставим на стоянку, составляем протаж Спать! А, сам спина дует! Стажер! Я гипнотизер с дипломом Ничего, есть старинный способ Товарищ член, вот Как вам не стык, что вы себе позволяете? Посмотрите, сколько здесь людей Здесь молодой стажер пришел, у меня учится Он подумает, я здесь легкий хлеб зарабатываю, да? Вы думаете, мы такие? А мы не такие Вы думаете, за деньги все можно купить? Да? Наша честь, наша совесть Ум, наши ГАИ Во сколько оценил? Что? Хватит половину Вот документы, быстро Спасибо Стажер, думаешь, какой глупый лейтенак охрана, да? Думаешь, почему половина взял? Это демпинг Намеренное занижение цен с целью устранения конкуренции В следующий раз через мой пост поедете А на сегодня все, завтра приходи, я еще что-нибудь такое научу Стажер Да, товарищ лейтенант А, нет, ничего Стажер Да, товарищ лейтенант Вернись, стажер Это Твоя Доля Спасибо, товарищ лейтенант Не за что Стажер Но первый большой успех К бродягам пришел Не в турнирной игре Пришел он на первом международном фестивале Музыкальном фестивале команд КВН Где махачкалинские бродяги завоевали Кивина в золотом Первого Кивина в золотом Фестиваль проходил в Москве И был целиком посвящен тогда предстоящим выборам в Государственную думу Бродяги представляли движение по организации беспроигрышных выборов Ну вот для того, чтобы лучше проникнуться атмосферой того нелегкого времени Нелегкого времени, которое, к сожалению, по-моему, продолжается Давайте все-таки опять обратимся к нашей КВНовской хронике И посмотрим опять на видеоэкран Победа, Семен Семенович, поздравляю! Сглазишь, лейтенант, постучи по дереву Семен Семенович, одного голоса не хватает Так что делать? Лейтенант, твои задержанные все проголосовали? Все, вон сидят, без пайки доедают Виноват еще одна есть Артистка восточная Шахерел Дальше непреречное слово, Семенович Да какая разница? Главное, чтобы голос отдала за нашу партию Говорю, он не дает А ты пообещай что-нибудь Да я уже жениться пообещал, Семен Семенович Нет, ну это перебор Хотя, впрочем, кто эти предвыборные обещания выполняет? А давай я сам ее, это, сагитирую О, пожалуйста Мне под окном вчера Сел три часа филипп Волнуясь, попадал Местами в фонограмму Когда он в дом ходил Сломал дверной проем Какой бы мог бы быть баскетболист? Парш невозможно провернуть назад Икру обратно в баклажан не ставишь Твой голос я хочу за яблоко За огурец меня ты не заставишь Семен, Семен, все это сейчас Подожди, лейтенант Ты думаешь это так просто Взять и продать своих единомышленников? Этому надо привыкнуть Не волнуйся, избиратель Делай бурну важный шаг Деловой контракт с тобой составим Если на массаж свой голос Будешь мне как взводный брат Я не женщина Женщина Исправен Море водки, пиво там И поездка в каждый раз Ты получишь это все Если выполнишь свое Я мое условие Ну это совсем другое дело Я согласна А вот только за какую партию мне голосовать? За нашу, естественно Семен Семенович, а наша какая? А я знаю Давай агитатора Агитатор! Добрый вечер, дорогие друзья Добрый вечер В эфире передача Угадай, какую партию! По мнению официальной прессы Существуют две номинации Первая — это нехорошие партии И вторая — это партия Наш дом — Россия Итак, угадывайте! Я много лет пою туплеты Но петь чудеснее всего С Виктор Степаной, чем дуэтом Под крышей дома своего Под крышей дома своего Итак, ваш выбор Это партия наша Правильно! Это наша партия! А я вам напоминаю Что в хит-параде, посвященном выборам На первом месте Людмила Зыкина Со своей новой песней А на втором Виктор Черномырдин Со своей старой песней Спасибо, спасибо Ну, голубушка Берите бюллетень Голосуйте Вы знаете Я передумала Почему? Я люблю высоких мужчин Пирог с яблоками И мужское имя Шаграй Только это же отчество Семен, Семенович Она же не русская Может, она по-русски не понимает? Да, нет Ну, вот же и говорит Не русские они такие Говорят, но не понимают Да ты что? Давай агитатора Агитатор Вызывали Вариант номер семь Для национальных окраин Понятно Три точки Продолжение следует... Спички Короче, бумажка, ящик, бросай Я поняла, я поняла Что? От меня, от обыкновенной артистки зависит судьба страны Судьба народа в 95-м зависела от них Безвременно ушедшим из искусства в политику посвящается Вспомним всех поименно Эдита Пьеха, наш дом Россия Иосиф Кобзон, мое отечество Станислав Коворухин, одноименный блок И многие, многие другие А также Александр Масляков К счастью для нас в списках партии не значился Я отдаю свой голос Семен Семенович, наша партия победила Ура! Семенович, а все-таки наша-то какая? Да какая разница Главное быть всеми, кто побеждает А вы как думаете? Главное быть всеми, кто побеждает Мы выбираем и нас выбирают Главное быть всеми, кто побеждает А если бы это запало когда-то То выбирать дальше было не надо Итак, это был 95-й год, это был первый музыкальный фестиваль, который мы придумали И первый победитель на этом первом фестивале была команда «Хачкалинские бродяги» А летом прошлого года, 96-го года, случился второй музыкальный фестиваль в Латвии, в Юрмале И второй раз главный приз опять взяла команда КВН «Махачкалинские бродяги» Пожалуйста, видеозапись На Кавказе все любят делать по-своему, даже снимать фильмы Первая дагестанская киностудия представляет первый дагестанский музыкальный фильм «Штирлиц-2» или «Коричневая жара» КОНЕЦ В конце концов, человек, можно сказать, на разведку собрался, а не здесь базар устроили. Информация к размышлению. Штирлиц, характер горячий, чуть что хватается за кинжал. В связях порочащих его замечен трижды. Красавчик! В разведцентре сказали, готовься опять, и немецкий язык изучай. Я за год в совершенстве три слова узнал, до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. Встает Штирлица всей узбеки, индусам придет, только знак ему дай. Словно бэтмен лечу я на свой позывной, до-ла-лай, до-ла-лай, до-ла-лай. До-ла-лай, 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 до-ла-лай. Я советский шпион, в твоей профессии такой, но отечество верное сын. Если снова пошлют, поскачу как герой. Мы приветствуем советского шпиона Штирлица в нашем КП «Элефант». Штирлиц прибыл к нам из Советского СССР. Ну, сами догадайтесь, из какого Советского к нам прибыл. Он перейдет множество границ. Скажите, трудно было? Ну, где как? При Балтике, например, легко. Ну, почему же? А там пограничники прячутся и говорят, мы русскоязычных не обслуживаем. Специально для Штирлица песня о суверенных латышских пограничников. На границах с туча сходят хмурас, Край сурово с тишиной совят. Нас! Что нас? Нас высоко с берега самурас, Часовые сродины нас стоят. Ай! Гитлер! Ты здесь случайно Плечнера не видел? Не скажу. Информация к размышлению. Гитлер скрытный, нехороший человек. Склонен к басмачеству. Господа! Так выпьете за наши секретные переговоры с Англией! Штирлиц! Господин Плечнер, у вас встречает советский разведчик Штирлиц. Информация к размышлению. Плечнер, жесткий прагматик, сконцентрирован и сосредоточен. Здравствуйте, Штирлиц! Ас-саламалайкум, Плечнер! Что будете заказывать? Штирлиц, какую-нибудь песню, простую и понятную. Технопоп давай! Фрицушки Интернэйшнл, господа! Тринадцать ежей ползущих на юг, Глузный конфликт поколений. Мудрый кирпич, торчащий в стене, Тоже является частью мышления. Арбуз, не успевшись созреть к Рождеству, Это изнанка надежды. Мрачный сапог, титулованный Крым, Тоже является частью одежды. Радистка Кэт, господа! Слушай, Штирлиц, Эту гестапо тебя совсем не уважает. И рацию отобрал, и шифровку. Ай, пелели! О, Плечнер! А ты что здесь делаешь? Забыл? Если на подоконнике цветок стоит, Значит, явка провалена. 12.45 Мой номер на крыле И свой полет сегодня Я подарю тебе 12.46 Окончится полет И нового звезного Посмотреть пришло А где Плечнер? Он улетел, Но обещал вернуться, милый. Как улетел? Хозяин, 2332222 Такой шифр, подойдет? Хуже, казаха, Но вы что сама знаете Дальше шифр подобрать Не можете работать, мешаете? Тогда бери ключ, Бери шифр И сам шифруй А меня здесь нет Аристафан, Аристафан Рекламная пауза Гитлеры приходят и уходят А батарейка-энергайзер Работает вечно А в это время В порядке исключения Центр решил организовать встречу Шмирлица с женой Они не виделись уже два часа Переключка А где гитлеры читать? Нас было много Около пяти Но все таможню не смогли найти Одну ли страдать Нам не удалось Поймите, дай, да Место не нашлось В союзе Осталось в союзе Приедет завтра Приедет завтра Она во пути А в это время Президент индийской разведки Передавал сведения в Бомбей Развитчик Руф Идус Слушай, я тебе как брата прошу Вот это шифр надо срочно передать в центр Помоги, да? Юстас Алексу 5-9-8-12 Алекс Юстасу Сам 5-9-8-12 А че я? Мой фюрер Горячая линия Вы платите только за международный разговор с Москвой Алло Сначала Я ввожу свой танковый корпус На захваченные территории Затем Ощупываю И подавляю твои огневые точки Захватываю тебя с правого и левого фланга Близится капитуляция Нет, нет, я не готов Я не готов Слушай, этот Сталин такие вещи говорит Неудобно тащит Эх, помирят так с музыкой Танцуют все Эй, для вас, понимаете? Для нашего гостя из солнечного Берлина Звучит эта песня Для нашего гостя из солнечной России Звучит эта песня Так, благодаря Штирлицу Были растрачены деньги из атомного проекта Германии Сам же Штирлиц расплачивался облигациями 56-го года Гитлер Там Рейхстаг штурмует А мы здесь с тобой стоим Неудобно даже Так, уже штурмует? Товарищи Делать революцию гораздо интереснее, чем говорят они Правда, Штирлиц? Нет Нас не проведешь Мы знаем Ты слой Китлер Это я раньше почему слой был? Потому что у меня велосипеда не было А сейчас я, можно сказать, новую жизнь начинаю Нет, дорогой Греки надо смывать кровью Стой, стой Нет, только не это Я хочу стать солостями Я хочу, чтобы меня судили по советским законам А с Евой Браун ты жил по советским законам? Или, может быть, по советским законам устроил выборы, при их стать? Нет Мы будем тебя судить по закону гор Нет, только не это Ну, это же самосуд Нет, дорогой Это зрительский суд Так, гражданин зрительский суд Самый главный суд в мире Стоп! Штирлиц и команда КВН Махачкалинские бродяги знали Что запоминается последняя фраза У истории у этой обалденная мораль Коль сидишь ты на концерте Веселись и отдыхай А когда на море качка О, выходит к роду, но Это значит осьминоги Вразь мы начали в СИЗА И еще совет глобальный Как поживной по столе Ищите, как и в Николайце Угонят на синий свет Ищите, как и в Николайце Ищите, как и в Николайце Угонят на синий свет в истории нашей КВНовской истории, и два главных приза у команды «Мухачкалинские бродяги». Нынешним летом, я ни на что не намекаю, нынешним летом третий фестиваль, в котором, я надеюсь, команда «Мухачкалинские бродяги» примет участие. Итак, вот мы посмотрели, так сказать, как команда КВН разобралась с отечественным кинематографом, вот кино про Штирлица, но на этом киноведческие изыски команды не были закончены, они обратили свой взор к КВНовской в сторону Голливуда. Смотрим еще один номер команды. Американская военная база, штат Техас, 19.00. Там же 10 секунд спустя. Итак, начинаем операцию «Дочь». Что, сын? «Дочь», передаю по буквам. «Дирол», «Орбит», «Чебуреки», «Мягкие». Да прекратите этот шум! Сынок, ты должен найти волшебную флейту, иначе может разразиться ядерная война. Почему? Время сейчас такое. Из-за чего угодно может разразиться ядерная война. А если я найду эту флейту? Тоже может разразиться. Война штука подлая. Иди на склад и возьми самое необходимое. Опять задание получил. Удача не проходит мимо. И все, что выпросить смогу, мне получить необходимо. Необходимо получить. Возьму гранату я с собой. Я загляну в соседний сад с муглянгом. Мне необходимо. Ну дайте ж мне воды попить. Мне аж 2-го. Необходимо. Оставьте меня. Чита, принта. Чита, маргарита. А я, я, кока, чамба. Оставьте меня. АПЛОДИСМЕНТЫ ЛЕГЕНДЫ О ФЛЕЙТИ Ахай, расскажи людям о флейте. О, это волшебная флейта. Это сверхточный календарь древних инков. 7 дырочек соответствует количеству месяцев в году, если прибавить 5. Эти дырочки сверлил своей любимой дрелью сам Страдивари. Ахай, но ведь Страдивари делал эти скрипки. Это днем он делал эти скрипки. А ночью, под покровом темноты, втайне от всех он делал... Флейты, ахай, флейты. Нет, дрели. Пустыня Сахара. Арамские террористы. 19.10. Нас террористами песков зовут. Вся наша жизнь. Сплошной борьба. Такой нам образ создал Голливуд. Нас часто бьют. По головам. Могли бы бартер предложить мы вам. Пусть вам задам, а нам тогда бандам. Так вот никакая флейта волшебная. Пусть вам задам, а нам придет. Я вам придет. Я вам придет. Я вам придет. Стойте. Я потом Агродал Акханов буду владеть этой флейтой. Ну-ка, повтори. Я потом Агродал Акханов буду владеть этой флейтой. Постой. Ну-ка, попробуй сказать про нефтеновение. Я потом Агродал Акханов буду владеть этой флейтой. А теперь добавь немного экспрессии. Я потом Агродал Акханов буду владеть этой флейтой. Стой! Ты говоришь, уже три минуты ни разу не запел. Может, ты заболел? Я ломал стекло, как шоколад в роге. Я резал эти пальцы за то, что они не могут прикоснуться к тебе. Я смотрел в эти лица и не мог их простить того, что у них нет тебя. И они могут жить. Так вот ты какая! Плейтовал шефа! Царевна, жена моя! А выросла-то как? А извинилась-то как? Возмужала! О, я-я-я-я-я! Дасы, дасы, статюрли! Ваня! О, флейта, флейта! Швайны, зэр гуд! Я лэмба! Я лэмба! Ранш на хвостем! Пу-пу! Так вот ты какая! Флейта волшебная Отойди, дудки Это кто там, вякает? С тобой, Рембо, не вякает, Говорит противоуголная система Клиффорд Да ну тебя Ой, жара, жара, ты не жарь меня Ты не жарь меня, моего верблюда У меня гарем 48 жен Я твоя жена, ой, ремнивая Стоит, скажи, зачем мы сторожим эту дудку? А, это плейта Да подождите, я же еще не все сказал Это волшебная плейта Дунишь в один конец, верблюды со всеми разбегаются Буя, зачем, они же все затопчут А дунишь в другой, разбегаются А, штука нужная А еще это плейта Говори, Саид Не мучай Не мучай Не мучай А еще это плейт Ну не мучай, Саид Стойте Саид Ты больше не будешь мучить своих людей Это почему? Потому что у тебя больше нет своих людей А, попали, не встань Встань, встань Встань, встань Встань, встань 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 Да зачем ты так? Понимаешь, Саид, время такое О, а где ты научился так шикарно прикуривать? Во Вьетнаме Ты воевал во Вьетнаме? Нет, я ездил туда учиться шикарно прикуривать Ладно, Саид, мне пора идти, меня ждут Давай Шеп, он уходит, что делает шеп? Остановить Это приказ Приказ Слушай, дорогой, не уходи Тебя остаться просят Сюрприз Папаня Ну вот, а то все мама-мама Вот, я сделал это Молодец, сынок Не обращай внимания В мире еще много волшебных инструментов Которые угрожают нашей американской мечте Ты веришь в загробную жизнь? Да Тогда поезжай на верхнюю вольту За волшебным тамбурином И помни, Америка верит в тебя И вот стою у смерти на краю В глазах огонь, а сердце рвется в пятки Но в сапогах стальные есть подкладки И сердце вновь отскочит грудь мою Рожили мы, боясь, и смерти не боясь Делили динамит тебе и мне На суше и в воде, всегда на высоте Используя приемы городе Как живет кино, наивно и смешно Как написали роль в тебе и мне Пусть глупое оно Ни ты, ни пимино Народ героев любит все равно А значит, это лужное кино Субтитры создавал DimaTorzok Там, в высокогорном Дагестане Когда бушует пламя кровной мести Кинжал бросают и душа поет Когда в эфире передача вести Ну, чем не кони? Ха-ха-ха-ха-ха-ха Итак, в эфире Дагестанские вести Короткая новость Подписал указ Улетел в Москву Стал президентом Сильные налогнения Открыли, украли, ограбили 2.0 плюс 15 градусов А теперь подробные По горным дорогам, по горным дорогам Вот, дорогие друзья, вот Это мой сын Его каждый день показывают по телевизору Папа, что ты делаешь? Мы же в прямом эфире Ты почему сидишь, когда вошел отец? Садитесь, дорогие друзья А как он поет? Папа, мы же в прямом эфире Он что, не поет, что ли? Как не поет? А ну иди пой! Не позорь отца! Он поет, как соловей! А я иду, шагаю по Москве Десятый наш, десантный батальон Там есть метро И я его боюсь И там метро Ту-туф-туф-туф Ту-туф-туф-туф-туф Вот так! Продолжай! Храника дня! Нет, подожди! Мой друг должен сделать важный сообщение Говори, дорогой! В пользу случаем хочу сказать Лейла, тот твикс, который я тебе вчера купил Это не только красивая обертка Там внутри еще печенье и мармалад есть Вот теперь, когда сказал старший Можешь говорить ты Продолжай Хорошо Храника дня! Особую тревогу и озабоченность у нас вызывают В плане расширения НАТО на... На Восток! Вот на эти поползновения хочется ответить Известный поговорки, вспомнить, который, к сожалению, не могу Тогда пой Нет, ну неудобно Папа, желание кости закон Без самолета Я на край света к любимой своей поличью Тянет к ней, тянет к ней что-то А что меня тянет, не знаю и знать не хочу Тянет к ней, а к ней тем более страстный мы горцы народ Так уж случается, люди влюбляются, так продолжается рот Женщины, ну как вам не стыдно? Я ведь женатый мужчина, есть дочка и сын Сколько ж вас в края не видно Я вас прошу, не тростите женатых мужчин Алло, папа Дядя Ахмед спрашивает Церое хищное животное из семи букв первой «В» Эээ, воробей Воробей называется хищное животное, папа Па, а ты его глаза смотрел? Ты видел этот хищный взгляд? Продолжим Уважаемый Мустафа Мустафаевич из Дербента Билл Клинтон сказал, что играть на вашей свадьбе он не сможет Вот по этому поводу мнение многоуважаемых дагестанских политологов Пожалуйста Как баба Как баба Как баба Как баба У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у Ну а если никому не кладил, и на выборах никто победил, политик, политик, мужчина, мужчина, настоящий мужчина и по этому поводу надо пить, нет, пить не буду, почему, криминальная хроника, а, вчера из дома убежал и не вернулся баран, его особые приметы, а, рост 180 сантиметров, голубые глаза, Читай внимательно, я извиняюсь, тут меня поправляет мой папа, оказывается, это не баран, а Мустафа Мустафаевич, просто здесь неразбор чего написано, просто это безграмотность, а в целях ликвидации правовой безграмотности населения, мы специально из Москвы пригласили Ашугов, они исполняют песню с юридическими комментариями, пожалуйста, Помнишь, девочка, гуляли мы в саду? Продяжничество, статья обменена Я бессовестно нарвал букет из роз Кража, статья 144 Дай бог памяти, в каком это году? Подделка паспортных данных, статья 132 Я не чувствовал ладонями за нос Наркотическое обменение, статья 224 Надрывались от погони сторожа Статья разрабатывается И собаки не жалели в беге сил Организация азартных игр, статья 162 Я бежал твоим букетом до рожа Перепродажа кратерова, статья 168 И запутавшись в заборах колесил Подходит любая статья А потом качалась ночь на каблуках Статья Сталина, головокружение от успеха в год 32 И кувшинки глупо путались в пруду Развратные действия, статья 120 Помнишь, девочка, сонозы на руках Истязания, статья 113 Дай бог памяти, в каком это году? Симуляция амнезии подлежит принудительному лечению Спасибо, спасибо Вот по этому поводу надо выпить Нет, пить не будем Что, опять криминальная хроника? Новости культуры На ваш запрос отвечаю Что книга Набокова Лолита продается в Махачкале Под названием «Уабабай, как не стыдно» Так, слушай, прошу продается Тихо, свежие новости В декабре в Москве состоялся финал игр КВН сезона 1996 года А вчера наконец-таки команда вернулась домой Вот что по этому поводу заявил мэр Москвы Что вы думаете по поводу отъезда махачкалинской команды? Любимый город может спать спокойно И видеть сыны, и середей, а я подшел В столице все спокойно В столице все спокойно, спокойно, спокойно Спасибо Продолжаем передачу Ибрагим, Ибрагим, тебе письмо пришло, танцуй Действительно, танцуй А вы знаете, как танцует мой сын Папа, но передача еще не закончилась Что? Такая передача, когда танцует мой сын Вперед, сам вперед ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Нальем бокалы полные За тех, кто кружит голову Сильнее любого вина Умножим юной силою Своей эпохи символы Запомните их имена Чубайск, Кэмбалай и на на Пускай с огромной скоростью летят смешные волосы Во все несмешные места Все к лучшему изменится, когда улыбки светятся Ведь формула счастья осталась Москва, Кавель, Дагестан И чемпионом клуба веселых и находчивых сезона 1996 года Стала команда Дагестанского государственного университета Махачкалинские бродяги Саван, флаг ваш! Кавель, 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 Кавель Кавель, 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 Кавель Продолжение следует... Шлаг юбилейного сезона клуба отправляется в Дагестан, в Дагестанский университет. Дорогие друзья, я поздравляю чемпионов, я поздравляю финалистов, я поздравляю всех, кто играл, играет в КВН, всех, кто любил и любит эту замечательную игру. А если говорить о праздниках, то, слава Богу, главный праздник никогда не кончается, потому что КВН это именно тот праздник, который всегда с тобой. Спасибо всем! Итак, дорогие друзья, на сцене чемпион Международного клуба веселых и находчивых сезона 1996 года, юбилейного сезона клуба веселых и находчивых, команда «Махачкалинские бродяги». Дорогие друзья, я хочу от имени нашей команды еще раз поблагодарить Александра Васильевича Маслякова за то, что он приехал на наше торжество. Я хочу поблагодарить действительно наших друзей, это две команды, которые близки нам по отношению к игре и по отношению к жизни. Это команда Харькова и команда Запорожья Кривой Рог Транзит. Я сегодня хочу поблагодарить еще раз руководство всех вузов, чьи студенты в нашей команде и, конечно, особенно руководство Дагестанского университета, которое постоянно помогает и ощущаем его заботу. И, конечно же, поверьте, это не пустой звук, эти слова сказаны не для проформы всех, всех, кто помогал нам, всех спонсоров, руководства Республики Дагестан. Спасибо большое за все, что вы сделали для нашей команды. Мы постараемся не подвести вас. Спасибо большое. Но хочу напомнить, во-первых, как я уже сказал, в этом сезоне, в этом году будет проводиться третий международный музыкальный фестиваль команд КВН среди прочих команд. Я искренне надеюсь увидеть эту команду. И, кроме того, нынешним летом у нас опять такая традиция, розыгрыш летнего Кубка Чемпионов. И нынешним летом предстоит, на мой взгляд, уникальный матч. Матч за летний Кубок Чемпионов, Кубок сезона 1997 года. И сражаться будут две команды. Команда КВН Харьковского авиационного института и команда КВН Махачкалинские бродяги. Итак, удачи всем КВНщикам, удачи всем вам. А теперь песня. Люди, улыбайтесь, смейтесь и влюбляйтесь. Пусть игрою будет то, что всегда для вас жизнью называлось. Жизнь так непросто, быть порою взрослым. В детство снова загляни, может в нем найдем, ты на нем отвлек. В детстве все играют в войну. В детстве все играют в войну. Но приказы сохраним его таки. Посмотри вокруг, вот он, этот дом. В детстве все играют в войну. В детстве все играют в войну.